Здравствуйте! Архангельск на один день стал столицей Европейской России по чтению вслух. В нашем городе прошел Европейский финал чемпионата «Открой рот». 19 октября к нам приехали лучшие читчики из Петербурга, Казани, Перми, Тулы, Волгограда, Ростова-на-Дону, Саратова, Кирова, Нижнего Новгорода, Орла, Ярославля. Председателем нашего финального жюри стал Борис Куприянов, российский книготорговец, член экспертного совета международной ярмарки интеллектуальной литературы, член жюри национальной литературной премии «Большая книга». Какое место чтения литература занимает в жизни современного человека? И что из себя должна представлять сегодняшняя библиотека? Об этом и не только разговор в программе «Такие дела» с гостем. Архангельска Борисом Куприяновым. Здравствуйте, Борис. Здрасте. Ну, сначала, конечно, о финальном этапе конкурса, всероссийского конкурса «Открой рот». Десятки тысяч людей участвовали вот в этом таком проекте. Как вам, как вы считаете, на ваш взгляд, все удалось, идея вообще состоялась? Ну, я член жюри, не организатор, организатор Михаил Фаустов. Мне кажется, что идея состояла, что прошло очень хорошо, и в Архангельске, в частности, и по всей России, в принципе. Мне кажется, это очень важное начинание, и очень важно, что это не только среди детей, но еще и среди взрослых, но и самое главное, что среди взрослых, в этом числе и взрослые. Это очень важно, потому что таким образом люди говорят о книгах, люди читают книги, люди задумываются о текстах. В Архангельске прошел финал европейской части, конкурс был поделен на азиатскую часть, европейскую, сейчас они все встретятся в Москве на финале этого конкурса, и у нас четыре победителя. Откуда? Победители из Кирова, из Нижнего, из Орла и из Архангельска. То есть, Архангельск у нас представлен, слава богу, в общем. Не зря мы старались, да? Да, не зря. Ваше вообще впечатление от самих участников? Нет, я принимал участие, был членом ЖИУ на нескольких конкурсах. В данном конкретном случае, мне кажется, что они, что может быть, очень правильные, что читали очень хорошо, читали, люди старались прочувствовать текст, и мне понравилось, может быть, самый интересный конкурс, на котором я работал. Вот недавно вы знаете, что прошел в таком в онлайн-режиме тоже чтение, Анна Карениной, да, весь мир читал Анну Каренину. Вот чтение всячески стремятся делать таким модным занятием, привлечь внимание к литературе. Это что, вот так назрело, это актуально, это необходимо? Вы знаете, я не могу сказать, что чтение делают модным занятием. Просто и в данном случае, и в случае с Анной Карениной, и в других начинаниях, которые происходят очные, онлайн, и детские, и взрослые, люди говорят о чтении, говорят о смысле книги, говорят о смысле знаний, накопленных человечеством за долгие годы. Потому что действительно процедура, практика чтения, вдумчивого чтения, когда человек анализирует текст, когда человек задумывается, там не массово уходит. Потому что сейчас очень много информации, кусочной такой, твитовой, очень немногие люди, это факт, правда, дочитывают книги до конца, и читают их полностью. Ну, вот Анну Каренину прочитали полностью, в течение, по-моему, двух дней ведь читали Анну Каренину. Но, тем не менее, вот это массовое такое увлечение, или есть оно вообще массовое увлечение чтением, или все-таки до сих пор? Ну, смотрите, мы читаем значительно меньше, чем читали раньше. Чтение, которое форма развлечения, форма проведения досуга, оно не конкурентоспособно по сравнению с другими гаджетами, другими примерами. Но, тем не менее, сама практика вдумчивого чтения, анализа текста, она никуда не уходит, она остается, просто она уходит на периферию сознания. Но это ограниченная часть аудитории? Ну, да, это далеко не вся аудитория. И хотелось бы, чтобы эта практика вернулась и стала повсеместной. Вот вы сторонние библиотеки нового формата, каковы принципы? Я сторонник библиотеки. Мне нравятся библиотеки, да. Мне кажется, что в библиотеках прошли серьезные изменения в обществе, которые должны быть замечены, и библиотеки должны среагировать на них. Библиотеки должны отрефлексировать эти изменения. Это правда. Но, тем не менее, на каких принципах должна строиться сегодня современная библиотека, на разговоре? Библиотека должна быть удобной, библиотека должна быть любимой горожанами и жителями, которые селяют вокруг нее. Библиотека должна возвышать человека, а не унижать человеческих достоинств. Библиотека должна быть свободной, фонд должен быть максимально открытый, фонд должен быть актуальный, должны постоянно пополняться, постоянно ротироваться. Если мы говорим о маленьких, небольших публичных библиотеках, которые находятся в селах, городах, районах. Ну, в районах библиотеки, они же вообще зачастую уже и закрываются. Не знаю. В Москве за два с половиной года не закрылась ни одна библиотека. Вот вы представляете маленькую районную библиотеку в Архангельской области, да? Да. Откуда там пополнение новой современной литературы? Ну, пополнение новой современной литературы должен взять на себя орган власти, безусловно, потому что это его обязанность, и федеральное правительство, которое периодически делает это. Вот эти библиотеки, маленькие, районные, они тоже должны каким-то глобальным изменениям быть подвергнуты? Они должны быть удобны и любимы. Я слышал вчера, я был в библиотеке, мне рассказывали, что в какой-то сельской библиотеке Архангельской области, которую закрыли, жители вышли на демонстрацию поддержки библиотеки. Это естественно, это правильно так и должно быть. Потому что библиотека — это улучшение качества жизни, это улучшение возможностей населения, это доступ к знаниям и информации. Закрытие библиотеки — это нарушение прав и свобод граждан, ни много ни мало. То есть вы-то ветератуете не за то, чтобы только в библиотеке выдавались книги, они брали их домой или читали из залов, это все-таки должен быть какой-то центр. Вот к чему у нас стремится, собственно, и библиотека имени Добролёва в Архангельске. Конечно, безусловно, это очень хороший пример. Библиотека Добролёва известна по всей стране, ее любят, знают и ценят. Я считаю, что библиотека действительно не только место выдачи книг. Библиотека — это культурный центр, и потенциал библиотек сейчас в нашем обществе очень велик. Если даже говорить о прямых ее обязанностях, о выдаче книг, о представлении информации, потому что это активная борьба с пиратством, чем она закончится, я не знаю, но она ведется. Сейчас происходит очень серьезная история, связанная с удорожанием книг, книги становятся дорогими, поэтому они становятся просто недоступными. Возможно, скоро библиотека станет единственным местом бесплатного легального контента, что очень важно. А во-вторых, доступ к электронным документам, доступ к подпискам журналов и газет. Это очень важная история, и это просто элементарное право на информацию. Но кроме этого, и это не менее важно, библиотека должна стать социокультурным центром, должно быть представительство власти и государства в районе. Она должна рассказывать об этом, должна быть местом диалога между горожанами. Это коммуникация, которая выводит. Центр коммуникации между горожанами и властью, не только между горожанами, а между собой. Библиотека должна стать таким модератором пространства, модератором культурной, сельской, городской жизни. — Вы сказали про удорожание книг. Это то, что касается книжных магазинов, это продажи книг. Но в книжных магазинах всегда есть новинки, чего очень зачастую очень часто нет в библиотеках. То, что мы не можем последние какие-то новинки литературы прийти и взять в библиотеки. Или они расхватаны, или очень небольшое количество поступлений. Вот книжные магазины, все-таки они не вытеснят? Это не замена библиотеки? — Нет, ни в коем случае у них разные функции совсем. И книжные магазины, и библиотеки вовсе не конкуренты, во-первых. Во-вторых, книжные магазины находятся не в меньшем, а в большем кредитике, чем в библиотеке. В Архангельске больше библиотек, чем в книжных магазинах. — Да, но я знаю, что вы директор, да, сейчас директор очень такого уникального нового магазина, который называется... — Ну, нечего нового, ему 12 лет. — 12 лет. Но, может быть, он для Архангельска, у нас нет подобных примеров. Это магазин «Фаланстер», правильно я говорю? — Да. — А вот на чем, какие основные принципы создания этого магазина, когда вы только приступали к этой работе? — Основные принципы организационные или... — Организационные. — Исходя из того, какие книги там находятся. — Ну, я думаю, что одно с другим связано. Это же тоже ваше... — Давайте начнем с книг. Мы, когда организовали магазин, у каждого из нас, кто организовал, был опыт работы в книготорговле. Нам хотелось сделать магазин, где каждая книга имеет какой-то смысл. Каждая книга является поводом для размышления. Не важно ее идеологическое место, а важно, чтобы она была поводом для размышления. Мы хотели, чтобы это был такой диалог книг, такой спор между книгами, а не между людьми. Если книга, на наш взгляд, на взгляд кого-нибудь из участников была бесполезной и бессмысленной, то она в магазин не попадала. Поэтому у нас очень много классической билетристики нет. Это авторский магазин, это авторский подход к тому, что должно продаваться. То есть мы не берем очень много, очень большое количество книг, которые хорошо продаются. И, в общем-то, мы этим гордимся. За счет этого мы существуем. За счет этого мы в течение за 12 лет добились того, что к нам ходят люди за другими книгами. И если у нас вдруг появится попса какая-нибудь, на нас реагирует неправильно, на нас я думаю, что упадут тиражи, а не вырастут. — То есть это все-таки магазин интеллектуальной книги? — Это магазин разной книги, да. Это магазин книги, давайте бы говорить, не интеллектуальный, потому что любая книга, в принципе, интеллектуальная, на мой взгляд. Это магазин, где книга является поводом недоразмышления. — Но все-таки торговля, магазин, прежде всего, это что, выручка? А у вас какие-то другие цели? — Нет, ну, если бы у нас не было выручки, если бы мы не самоокупались, у нас бы не существовало уже. Поэтому, безусловно, мы находимся в коммерческом поле, мы осознанно на это шли. Цель у нас скорее посвятительская и скорее провокационная. Мы хотим, чтобы такие магазины открывались в России. И, слава богу, в России они открываются. — Открываются, но в больших городах. Вот, допустим, такой, как Архангельс, 350 тысяч человек. Возможно такой магазин? — Ну, я думаю, что при поддержке местной власти и заинтересованности местной власти. А я думаю, что это возможно. Тем более, что все понимают, что книжный магазин — это не просто бизнес, а это еще и такое важное социокультурное пространство, которое формирует город и городскую среду, как библиотека. — Да, но вот это, мне кажется, очень сложно как-то внедрить в умы. — Ну, это зависит от того, кто является властью в городе. И, насколько он знает те процессы, которые происходят в других городах, насколько он понимает, что Париж или Лондон ассоциируются не только с Эйферевой башней, а с образцового Петра в Лондоне, да, и только с Тауэром в Лондоне, или там, не знаю, здание парламента, да, ассоциируются еще с городской жизнью. Вообще город отличает деревни, такая особенная городская жизнь, городские традиции, городские порядки. И поэтому какие-то демократические городские кафе и книжные магазины, они больше влияют на культуру города, чем гигантский памятник. — Ну, у нас была попытка создать даже такое название, сохранилась библия кафе, однако же ничего подобного, даже близкого к какому-то культурному центру, там, в общем, как-то эту идею оставили, может быть, она изначально и была. — Ну, знаете, английскую культуру во многом сформировали пабы и традиции горожан, после работы заходить в пабы и обсуждать какие-то насущные вопросы. И вот без... сейчас мы вернемся к библиотекам случайно образом. Вот, и без такой возможности горожан обсуждать и решать как-то свои проблемы, город не формируется, не формируется городское сообщество. Я думаю, что в Архангельске как раз городское сообщество есть, в отличие от Москвы. В Москве оно просто отсутствует. И библиотека может стать той возможностью, где, возможно, образуется некоторое районное сообщество. Конечно, сообщество не организуется сверху. Приказом губернатора оно не организуется. Но я думаю, что губернатор или мэр города максимально заинтересован, чтобы люди, с которыми он работает, которым он оперирует, были просвещенные, разумные, образованные и могли бы образовываться и просвещаться дальше. Потому что с ними возможен диалог, возможно размышления. — И как раз эти центры диалога, они... — Да, и как раз книжные магазины, кафе, библиотеки. Это те места, где люди превращаются из жителей в горожан. — Да, заманчивое такое будущее нарисовали. Мне кажется, все-таки для нас это пока будущее. Но мы стремимся, да. А вот как вы считаете, детские библиотеки должны быть отделены от... — Да, это русская традиция. Это действительно ситуация уникальная для России. Это было придумано в начале советской власти. Придумано для того, чтобы детские библиотеки должны обучать детей грамотности, чтению. А взрослые уже дальше, представьте, некоторые возможности идеологически обрабатывать. Это хорошая традиция. И в России детские библиотеки зачастую более живы, чем взрослые. Но это особая история. И нам кажется, что... Да, хотя когда я только появился в этой сфере, я задал себе вопрос, нужны ли детские библиотеки. Сейчас можно однозначно ответить, что нужны, конечно, отличаются у них разные работы. — И отдельно. Они должны быть стоять отдельно и организованы быть отдельно от таких взрослых. — По-разному. Это зависит от ситуации. У нас есть несколько законов, не очень разумных, но тем не менее, которые есть. Защита детей от недвижительной информации и так далее. Которые накладывают очень большие хлопоты на работу в библиотеке. Мне кажется, что в детской библиотеке должен быть очень небольшой фонд для взрослых. Чтобы просто, когда родители приводят детей в библиотеку, чтобы им нечего было заняться. Чтобы они не уходили, как обычно родители. Или же наоборот, во взрослых библиотек должен быть небольшой детский фонд, если родители пришли с детьми. В Москве это почти так и есть. В Москве есть еще такая форма библиотеки семейного чтения, где есть и детский, и взрослый фонд. Мы с вами все время перескакиваем за библиотеки на книгоиздательство, на книготорговлю. Это связанные вещи, это все часть огромного книжного мира, как конкурс «Открой рот». Это огромная история, куда входят не только книжные магазины, библиотеки, но и издательства, критики, писатели, читатели. Это мир. Это такое большое сообщество, это такой большой мир. Переход на электронные книги, вы уже упоминали, он все-таки губителен для книгоиздателей или книготорговцев? Ну, во-первых, он не фатален. Рост электронных книг остановился еще два года назад. Они заняли нишу 30%, это ниша абсолютно разумная, правильная, какие-то книги не надо печатать. Да, я вот перебью, ведь есть же, есть уже библиотеки, где книги, или в вашем магазине даже, по-моему, да, есть, где вы печатаете книги на заказ? Ну, это, у нас была эта история, да. А сейчас вы это не практикуете? Да, принадлежа демант, но она несколько тупиковая. Все мы ее надеялись пять лет назад, но де-факто она оказалась неоправданной. Почему? Ну, из-за дороговизны, низкого качества, сложности. В России из-за авторского права, конечно, из-за специальных законов. То есть вы не видите никакой угрозы электронных книг, там, что вот заменятся книги бумажные, они будут существовать? Нет, это не влияет, конечно, процедура чтения бумажной книги и электронной книги, она несколько отличается. Да, но это не влияет на саму практику чтения, это не влияет на чтение. Пусть читают, что хотят, хоть глиняные таблички. А что сегодня, кстати, читает современный человек? И вообще, кто герой сегодняшней литературы? У нас сегодня нет героя литературы, к несчастью. Русская литература находится в очень плохом состоянии. Если посмотрим на западную литературу, то герой литературы мировой – это человек с его личной историей, с его личным переживанием, личным опытом, личным поведением. То есть, это возвращение к персональному герою. К индивидууму. Ну, да, к индивидууму, можно так сказать. В России ситуация хуже, потому что российская литература сейчас переживает очень большой кризис. То есть, писатели в поисках? Ну, я думаю, что мы в поисках писателей, скорее. Да. А что сейчас, как вы же тоже изучаете какие-то потребности, да, к вам очень много, вы сталкиваетесь много с читателями, кто к вам приходит в магазины, в библиотеки. Что хочется сейчас современному человеку? Что жаждет душа современного человека? Современный человек хочет думать и обсуждать. Современный человеку важно, чтобы ему сдавали вопросы, чтобы он мог формулировать вопросы. Может, он же своему человеку. И здесь совершенно неважно. Дух дышит там, где хочет. То есть, это может быть научно-популярная литература, которая, слава богу, очень популярна. И в воскрешении научно-пулярной литературы происходит. 20 лет ничего не печаталось. Кроме старых советских книг, а в Советском Союзе была потрясающая школа научно-пулярной литературы. Это может быть и литература, связанная с историей, связанная с экономикой, связанная с философией, социологией. Это может быть самое разное. Это может быть художественная литература, это может быть поэзия. Неважно. Человек хочет отвечать и, что самое важное, задавать вопросы. Наша система образования нынешняя, она не способствует развитию в человеке способности задавать вопросы. Не то, что отвечать на них. И, кстати, умение задавать вопросы – это тоже одна из функций библиотеки. То есть мы и библиотеки, и вообще все, что связано с книгоиздательством, с книгой, с литературой, с течением, должны сопротивляться все-таки этому процессу. Я имею в виду, что когда мы нивелируем всяческое творческое начало в человеке, и умению, чтобы задавать вопросы, мы все-таки должны... Да, конечно. Это среда для этого и создавать. И книга как раз для этого существует. Текст для этого существует. Литература для этого существует. Не только литература, а книга вообще. И это совершенно естественная ситуация. Это же некоторое взаимодействие человека и книги. Некоторая связь между человеком и книгами, которая может быть совершенно разной. Может быть, чтение вслух, как было на конкурсе. Может быть, очень интимное чтение вечером в постели. Это разные вещи. Но взаимоотношения с книгой — это самосовершенствование в любом случае. И вы уверены, что лет через 10, 20, 30 мы не перестанем читать? Ну, я очень хотел бы, чтобы не перестали жить. Я не хочу жить в обществе, где люди не будут читать, где люди не будут задавать вопросы себе и миру. Мне не нравится такое общество, и вряд ли кому-то оно понравится. Общество роботов и андроидов. — Последний вопрос. А вы что сейчас читаете? — Я много чего читаю. Я читаю несколько книг. К несчастью, не из той интенсивности, с которой хотелось бы. Кстати, к нашему разговору сейчас у меня в рюкзаке книжка, которая называется «Третье место». Книжка, которая описывает, как кафе, книжные магазины формируют городскую среду. У меня мемуары в сумке же, мемуары «Сезон Зонток», которые я читаю с большим удовольствием. И давно недочитанный, невынутый из рюкзака книжка «Леньков Пришвина», которую я тоже очень хочу почитать в «Самолете, когда прилечу обратно в Москву». — Спасибо вам большое. — Пожалуйста. — Спасибо, что приехали в Архангельск. В студии был Борис Куприянов, российский книготорговец и публицист, член экспертного совета международной ярмарки интеллектуальной литературы, член жюри национальной литературной премии «Большая книга». Он знает ответ, каким быть библиотекам и книжным магазинам в ближайшем будущем. А еще Борис Куприянов уверен, что у книг правда есть мистическая сила, способная как-то изменить пространство. Вот такие дела. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok